Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили чрезвычайные новости о Ксении Собчак и Людмиле Нарусовой. В последние дни в жизни творческой России произошли разительные перемены. Антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым начал решительные действия против преступности и коррупции в мире российского шоу-бизнеса. И это далеко не пустые слова. Арест Константина Эрнста и Людмилы Нарусовой – яркое подтвердение активным действиям антикоррупционного комитета, куда входят 15 известных артистов, настоящих патриотов России, среди которых Александр Ширвиндт, Юрий Антонов, Лев Лещенко и многие другие. Обвинения против Константина Эрнста прозрачны и понятны. Бывшего генерального директора обвиняют в крупном финансовом мошенничестве и причастности к убийству Влада Листьева. Однако положение Людмилы Нарусовой гораздо хуже. Семью Ксении Собчак обвиняют в двойном заказном убийстве. Ну а вчера вечером в Испании произошло трагическое событие, которое поставило крест на финансовом благополучии семьи Ксении Собчак. Теперь, даже в том случае, если после отбытия уголовного наказания семья Ксении Собчак выйдет на свободу, она никогда не сможет больше жить шикарной жизнью, не считая денег. Долгое время семья Ксении Собчак хранила в Испании свое самое главное богатство – колоссальные банковские счета в иностранной валюте, слитки золота и фамильные драгоценности. В связи с санкционными действиями зарубежных стран против семьи Ксении Собчак, подельники и друзья Людмилы Нарусовой решили перевести все богатства семьи на Канарские острова. Однако для семьи Ксении Собчак все закончилось весьма печально. Цитата зарубежной прессы. Вчера утром испанский сухогруз компании «Майорка» покинул испанский порт Малага и направился по направлению Канарским островам. На нем находились несметные богатства известной российской семьи Ксении Собчак. Вечером того же дня в Гибралтарском проливе в двух километрах от марокканского города Танжер 50-метровый сухогруз попал в страшный шторм и испанское судно выбросило на камни. В связи с колоссальными пробойными, которые получил сухогруз, испанское судно затонуло. Команде из 22 человек удалось спастись. По данным СМИ, на дно Гибралтарского пролива ушло все богатство семьи Ксении Собчак. В частности, это около 17 тонн золотых слитков, самые высшие пробы, многомиллионные суммы в иностранной валюте, порядка 20 миллионов евро, фамильные драгоценности и антиквариат. Однако есть и хорошая новость. Россия вместе с Испанией готовит совместную операцию по подъему колоссального богатства со дна Гибралтарского пролива. Начальник антикоррупционного комитета Никита Михалков заявил, что так как все эти богатства принадлежат Российской Федерации, они будут отправлены в нашу страну и пойдут на благие цели. Улучшение социального уровня жизни россиян, повышение зарплат бюджетников и пенсий, повышение пособий для малоимущих и многодетных семей, помощь семьям, участников спецоперации. Ну а буквально несколько часов назад антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым получил новое пополнение. В дружную команду по борьбе с коррупцией вступили представительницы прекрасной женской половины, легендарные советские и российские актрисы Вера Алентова и Ирина Муравьева. Уважаемые зрители, мы как всегда попросим вас написать поддерживающий комментарий и поставить лайк под видео, если вы поддерживаете закон и справедливость.